Всем привет, друзья! С вами Нильф Гордон, это игра Stoneheart и продолжаем играть. Продолжаем развиваться, смотреть, что будет дальше и тому подобное. Что же было за кадром? Ну, за кадром на самом деле ничего практически не было. Было только то, что я построил ворота. Если хотите эти ворота, то ставьте лайк и я их скину в группу ВКонтакте. Также я строю потихонечку Акведук. Акведук у меня из нескольких частей состоит. И также мы занимаемся этим. Ну и выживать, конечно же, будем выживать, строить и тому подобное. Так, посмотрим, что дальше будет у нас сейчас именно в развитии нашего города. Потому что я не знаю, зачем сюда прибежали люди. То есть они что-то, чем-то непонятным заняты. При этом, при всем, армия у нас занята тем, что ходит просто. У нас вот здесь вот могилы есть и вот здесь вот еще гигант. Я думаю, может быть их вырезать. Как думаете? Надо подумать. Надо подумать. Так, ладно. Чем я еще буду заниматься? Ну, на самом деле, заниматься есть... Ну, открывайся. В чем проблема? Заниматься есть множество, чем это и... Господи, там, посмотрите, появилось что. Можно и строить здание. Можно и развиваться. Можно и пытаться нашего повара разогнать, чтобы он все-таки построил нам нужные предметы. Для того, чтобы перейти на следующий уровень и выполнить квест. В общем, бесконечное развитие оно здесь присутствует. Так, я смотрю, здесь я не успел немножечко, потому что... Здесь появились гоблины, орки точнее. И разрушили все и вся. Не будем забывать, что если их разрушают... Не я, а разрушают враги, то мне с них ничего не дается. Поэтому мы сейчас, наверное, как-то здесь замес устроим небольшой. Строительство все равно в любом случае есть. То есть у нас не останавливается строительство. Оно постоянно идет. Так, правильно все. Нельзя на рыцаря нападать, потому что это именно такая тактика. Если мы нападем на ихнего рыцаря, то у него очень много брони, он долго будет умирать. А все остальные ДПСеры, которые как раз-таки слабые, которых в первую очередь нужно было бы убить, они как раз-таки и будут мне наносить урон. Нового человека нет. Тридцатых жителей так долго не придет достаточно, пока я не построю полноценный акведук. Акведук будет занимать очень большое время строительства, потому что это сложная постройка, и строить ее очень долго приходится. По крайней мере, вот этот уголок я строил очень долго. Так, вышло небольшое обновление. Я честно скажу, вот честно я вам скажу, я вообще не представляю, что в этом обновление вышло. Поэтому мы быстренько с вами прям вот так вот по всем пробежимся сейчас. Посмотрим, глянем новые крафты. И новых крафтов я пока не вижу. Не вижу дальше. Так, этого я уже смотрел. Давай-ка вот ему мы закажем сейчас производство вас. Давайте, ну, 20 вас закажем. Это на 40 глины уйдет. Хорошо. И инженер. Инженер у нас... Вот! Вот! Инженер у нас новый какой-то предмет делает. Это ремонтный какой-то репэйр пак. Турент. То есть он типа восстанавливает броню и ремонтирует ловушки. Вот так вот. Восстанавливает броню, чинит, короче, пушки и восстанавливает... И чинит также и ловушки. То есть капканы вот такие вот всячески. Вот такие вот капканы. Так, ладно. Посмотрите! Ууу! Анимация гончара изменилась. Посмотрите. Я сейчас увидел, он прям именно так крутит. Типа, как будто лепит. Круто. Так. Вот здесь вот склад. И именно там лежат предметы все, да? И я смотрю, что по-хорошему, конечно, мне бы вот здесь здание строить. То есть гончара или каменщик или что-то типа такого. Но кузнец, скорее всего, с инженером будет с этой стороны находиться. А вот все остальные мы посмотрим. Может быть и там. Но, сами понимаете, это как бы решится по ходу. Так, здесь потихоньку продолжается строительство. Что же нам продолжить? Вообще-то я бы хотел продолжить укрепление. Поэтому давайте построим вот здесь вот стену. Как бы уже вот эта часть сделана. Давайте я, наверное, после этой серии прямо и скину. Не нужно никаких лайков. Я скину ворота, потому что один человек точно меня уже, можно сказать, задолбал тем, что Ну, когда ты скинешь? Когда ты уже скинешь? Ну, скинь уже, ну, в натуре, ну, что такое, сколько можно и все такое. То есть в таком роде он довольно-таки прилично уже сообщений скинул. Так, давайте записываемся. Ну, вроде бы все у нас нормально. И перед строительством обязательно нужно записаться. Стена будет стандартная. Стена будет стандартная. Таким вот образом. Так. Потом возьмем стены. Стены у нас будут... Да, именно вот такие вот. Отлично. И вот здесь вот наверху мы, наверное, давайте... Пол... Да, пол такой же у нас будет. Вот так вот. Отлично. И... Вот здесь вот как соединяться будет. Хм. Хм. Давайте здесь будет выход наверх. Пускай будет выход наверх. Потому что, вообще-то, я хотел бы здесь вот так вот ворота еще поставить. То есть, все правильно тогда. И теперь вот момента... По-моему, вот из этого камня сделано. И вот... По-моему, темнее. Ну-ка. Черт. Я вот не пойму. По-моему, это самый темный камень. Так что, нет. Все-таки из самого темного вроде бы сделано. Так что давайте вот здесь вот именно так вот и сделаем. Из самого темного. Раз. Потом еще наверх поднимается одна такая вот. Ну, черт. Что? Не понял. Почему на... Стоп. Почему я по... Я не то делаю. Или... Да, я, по-моему, не то сделал. Ммм. Так. Вот так. Да, я не с того блока сделал. Все. Вот теперь понял я. Так. Поднимаем наверх еще разочек. Так. И вот здесь вот уже бойницы давайте сделаем. Ну, если даже немножечко другого цвета будет, ничего страшного, я думаю, не произойдет. Ну, прям такого критичного точно ничего не будет. Не будем забывать, что... Давайте здесь как-нибудь вот так вот сделаем. Вот так вот. Не будем забывать, что здесь я запланировал лестницу. То есть здесь у меня будет лестница в любом случае. И... Поэтому я не хочу строить. Потому что на второй этаж зайти никак нельзя, кроме как вот по этой лестнице. Ну, можно будет, в общем. Так. Как-нибудь так вот. И давайте, к примеру, вот так вот и вот так вот. Здесь точно так же, как... Да, ну ладно, но зачем же ты так делаешь-то? Вот так вот. Продолжаем. Копируем. Да, что ж ты будешь делать-то? Ай ты. Так. Ну, сами понимаете, что здесь ничего великого нету. Единственное, что великое здесь будет, это, наверное, лестница. И то, наверное, мы сейчас ее еще и переделаем несколько раз. Так, давайте... Лестница у нас будет в таком же стиле, чтобы... Ну, как бы не мучиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Считаем. Так. Значит, вот отсюда мы начинаем. Отсюда. Вот. Нет. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот. Я сделаю сразу вот такой вот подъем. То есть, чтобы... Чтобы там никто не застрял. Даже, знаете, я, наверное, по-другому сделаю. Там сделаю все-таки проход такой небольшой. Под низом. Так. Чтобы точно никто не застрял. Потому что есть такой момент застревания. И если житель застрянет, ну, он все. Его никак не... Да что ж такое? Почему унда не... А, сработало. С задержкой какой-то работает, значит, унда. То есть, если там кто-нибудь застрянет, то это будет все. Конец, так скажем. Да, вот такие вот... Такой вот вход у нас будет. Такая вот лесенка. Унда. Унда не сработала. Ну, ничего страшного. Ну, ладно, давайте как-нибудь так. Вот так. И... Понеслась. Так. И как-нибудь вот... Вот что-нибудь типа такого. Ну, отлично, отлично. Неплохо смотрится, кстати. Мне нравится. Вот с этой стороны неплохо смотрится. Так. И самое, знаете, что обидное, что для каждой стороны, то есть, для этой и для другой стороны сейчас, для... Ну, так, стопэшенька, стопэшенька. Давайте сразу же посмотрим, что у нас здесь за нападение. Так, это... А! То есть, это замес. Тут же уже замес. То есть, какой-то воин среагировал. Этого мы давайте в стороночку, потому что ни в коем случае так нельзя делать, чтобы... Ну, куда ты... Стой! Вот. Только рыцарь... Вообще, лучник, конечно, сам первый бежит. Но вот здесь вот, немножко в этом плане раздражает. Нету строя именно. То есть, они не двигаются строем. Да, они сейчас прибегают к врагу кучкой, но вот именно двигаются они не строем. И это немножечко, ну, так скажем, раздражает. Вот так вот. Так, смотрите, я еще вижу одного гиганта. Так, мы всех вырезали. Кстати, я вижу очень важный момент, ребят. Я вот серьезно вижу очень важный момент. Это, скорее всего, добавили с новым обновлением. К сожалению, у меня пока что нету перевода обновления. Так вот, и... Это то, что они таскают предметы. То есть, они реально таскают... Смотрите, они все предметы, которые раньше у меня были, извиняюсь за выражение, в жопе мира. То есть, они далеко лежали, они уже все предметы перетаскали. Это очень круто, и это очень важно. До этого была проблема. То есть, большое расстояние для наших людей была проблема. Реально, катастрофическая проблема. Так, а в чем проблема-то сейчас? Люди, нападаем. Я понял, в чем проблема. Я послал одного человека, понимаете? Я послал одного человека. Я не банду послал всю, а одного человека послал драться. Ну ладно. Так, давайте продолжим строить ворота и лестницу. В принципе, как и вообще любое строительство, здесь я ничего такого сверхъестественного сейчас не делаю. То есть, элементарнейшая простая лестница. Но не будем забывать. Любая постройка преображается только, когда она закончена. Полностью закончена. Только тогда, никак иначе. Здесь обязательно мы давайте добавим двери. Добавим такие вот мощные двери. Такие вот. Мне нравятся очень эти двери. Они такие, знаете, ну, сурово массивные такие выглядят. Как-нибудь две давайте вот так поставим. Так, отлично. То есть, ну, чтобы в нижнюю часть заходить. Кстати, ну ладно. Здесь у нас, знаете, да, вход? Вот, что там стоит. Кстати, вот этот вход можно украсить. Так, ну да. Все, големчик сейчас. Не големчик, а гиганты просто. Ему наваляют. Двое прибежали, и этого мне вполне достаточно. То есть, вдвоем... А, то есть... Вот так вот даже. Ну ладно. Окей. Торговец. Ну, в принципе, я ничего не буду у него точно покупать. Строительство можно начать. Да, конечно. Но не будем торопиться. Не знаю, почему здесь у нас застряли люди. В принципе, у всех лестницы есть. Слезть, если что, они смогут. Я надеюсь. Ну, ладно. Если что, посмотрим потом. Да, вот я уже вижу, что они уже голодают. И... Черт возьми, да что ж такое-то происходит? А видите, почему? Лестницы не достроены. Вот я вижу, что здесь лестница тупо не достроена. А все остальные... Забавно. То есть, они сейчас голодают, а все остальные пошли кушать. О, господи. Так. Тогда мы... Знаете, что сейчас сделаем? У меня в данный момент строителей... Три. Давайте еще добавим. Давайте еще вот так вот сделаем. Пускай будет побольше. Строительство пока я не буду начинать. То есть, как видите, у меня и так очень много строить. Очень много. Мне еще строительных лесов нужно кучу убирать. И они уберут рано или поздно их. Потом, может быть, я сам уберу их. Вручную, если надо будет. Так. Опять ошибку какую-то выдает. Ну. Оп-оп-оп-оп. Сработал какой-то капкан. И нападение. Ребятки. А вот это вот печально. Потому что моя армия сейчас находится далеко. Но я надеюсь, капканы как раз-таки и сдержат. Нет, нет, нет. У-у-у-у! Из таверны такие вывалились. Где? Че? Сейчас навалим. У-у-у! Первый, кто у нас бежит. Ну, всегда так было. И всегда так похоже будет. Потому что первый бежит Бигнай. Это, блин, я даже не знаю, как еще сказать. Так, отходим. Срочно отходим. Потому что иначе... Так, вот первый должен, да, бежать. Все правильно вот теперь. Именно рыцарь. Так, еще мы сейчас вот... Чтобы не сделать очень важную ошибку, я сейчас сразу вперед подвожу лекарей. Чтобы они именно лечили ближний бой. Потому что, посмотрите, сейчас на урон очень серьезно так. Давай, дальше. Посмотрите, они разломали мои... Разломали мои ловушки. И с них остались детали. То есть не просто с потерями, как раньше, да, они ломаются. А теперь остаются от них детальки. Это круто. Так, а вот теперь, дружочки, можно вами и заняться. Хорошенечко так. Почему не замедлили? Почему лучник не замедлил одного? Зараза. Отступай сюда! Отступай сюда! Ну же! Все нормально. Держимся, держимся, ребятки. Вот, кстати, вот... Вот этот вот уже плохо очень он себя ведет. Давайте дальше продолжим. Надеюсь, его отличат. Так, лекарь у нас работает. Вообще прям на износ, я бы сказал. Но также вот сейчас была проблемка в том, что они опять прибежали все. Не одной кучкой, да, то есть они в разброс прибежали. Но все равно выдерживаем, выдерживаем урон. А, ну я понимаю, почему теперь воины, кстати, быстрее все-таки прибегают. Потому что все-таки они еще и бегают быстрее. Короче, вот и все. Так, это тоже давайте заберем обязательно. Отлично, ребятки, отлично. Посмотрите, они мне все перетаскали. Они мне все перетаскали, что раньше валялось просто везде. А сейчас отлично. Они все подобрали. Это великолепно, ребят. Это очумело и великолепно. У меня есть одна мысль. Точнее, не мысль. Нет, я не смогу, да, сделать. Нету профессии. То есть бутылочки может... Лекарственные бутылки может делать только лекарь. А вот использовать бутылочки может также еще и... Сами лекари. Точнее, а до этого делать может их только аптекарь. Вот так вот правильно будет сказать. Я не понимаю... А-а-а, блин. Тревога-то включена, оказывается. Я забыл совсем. Черт. И то есть они сейчас все спать побежали, а вот люди здесь голодают, да? Шикарно, конечно. Просто бесподобно. Ну ладно. Давайте еще раз сохранимся. То есть все у нас отлично. Мы выдержали еще одну атаку. И сделаем сейчас следующие... Следующие заборы рядышком. Развитие, как видите, я на паузу не ставлю. Развитие не останавливается. На паузу я специально не ставлю, чтобы все постоянно шло и развивалось. Так. Здесь же уже будет немножечко по-другому все строится. Конечно же, стиль такой же будет поддержан. Будет такой же вид. Так же все будет выглядеть. Но вот сама постройка будет немножко в других тонах выдержана. Так, давайте здесь посмотрим. Семь. Отлично. И здесь семь. Так. Великолепно. Как-нибудь давайте что-нибудь вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Здесь можно, кстати, вообще ровно сделать. То есть пять. Раз, два, три, четыре. Пять. Так. Вот здесь вот уголок можно ровно сделать. Да хотя и здесь, кстати, можно сделать ровно. Почему бы нет? Так. Ну, вот так вот. Ну, как-то вроде бы, вроде бы ровно. Нет, ну вот. Да нет, все три. Здесь три, здесь три. Все ровно, нормально. Так. Отлично. Стены. Так же мы поднимаем сейчас такой же в точь-в-точь потолок. Вот так же делаем. Здесь, сами понимаете, что комментариев не очень много. Здесь приходится просто наблюдать, наверное. И особенно это будет интересно тем людям, которые только начали играть, только начали строить. И здесь вот им будет, конечно, интересно посмотреть, как это все строится, как это работает. Все. В принципе, ничего сложного. Конечно же, здесь... Так, стопа. Вот это вот обязательно нужно обратно. Здесь очень легко все строится. И разобраться несложно. Есть определенные нюансы. Есть определенные хитрости. Но, поверьте, вы их сами разгадаете, сами узнаете. Чем больше будете играть, чем больше будете строить, тем больше у вас таких моментов будет появляться. Так, вот здесь вот давайте, может быть, реально так вот и сделаем. Как-нибудь так вот, типа такого вот. Оп, оп. И вот здесь вот как раз-таки, да, будет просвет. Да. Но... В любом случае, мы сначала давайте так выстроим, потом уже. То есть, я всегда тороплюсь немножечко. Хочу угнаться вперед. Но не получается. Не получается. Так. Мне забавляет, что каждый раз, когда кто-то смотрит мои видео по Стоунхерду, они говорят, о, музыка из Майнкрафта играла одна. Сразу могу сказать, что вся музыка, которая играет сейчас, она полностью из Майнкрафта. То есть, это исполнитель, который создавал музыку для Майнкрафта. Да, некоторые композиции не играют в самом Майнкрафте, но вот то, что все композиции взяты именно оттуда, от этого композитора, это факт. То есть, мне очень нравится и мне кажется, что он просто идеальнейшим образом подходит к этой игре. Так, ладно, давайте продолжим строить. Я и не останавливался, конечно. Но вот здесь вот уже мы сделаем немножечко иначе, да? То есть, как-нибудь вот так вот, вот так вот. Здесь, конечно, такой уголочек сделаем красивышный. Так и... Так, оп, оп. А где? Ах ты ж, ёшки. Ай, ребятки. Я понял, почему все это тормозит и почему так с людьми все плохо получилось. Блин. Здесь я когда-то давным-давно уже заказал, чтобы люди мне... Ой, я из голоду тут уми... Просто умирают. Рабы у меня здесь умирают. Я не знаю, как чернорабочие. Давным-давно на стриме я еще сделал, чтобы они здесь мне начали копать. Ай, господи. Ну ладно. Мой косяк, мой косяк. Я думаю, они сейчас успеют. Смотрите, один почти умирает. Это не очень хорошо. Надеюсь, я успею. Лекарь может быть... А, лекарь-то должен перехватить и подлечить. Все, все, уходите. Идите, свободны. Идите, кушайте. Лекарь прибежал. Посмотрите. Кстати, я еще вспомнил. У меня же здесь вот еще один... Посмотрите. Вот здесь еще проход есть. Вот этот камень мы убираем. И мы сейчас здесь дверь поставим. То есть просто идеальный тут проход получается. Хорош. Вот это вот уже нападение такое серьезное. Так. Это, по-моему, армия с лекарями. Да, я вижу лекаря. Вот два лекаря бежит. Один и два рыцаря. Нет, это слабая армия. Это слабая армия. Фух. Все, мы перехват уже полноценно сделали. То есть первые напали именно рыцари. И все, здесь можно даже ускоряться немножечко. Но я вам гарантирую, что проследить за этим боем в любом случае нужно. Потому что вот сейчас очень важно напасть именно на нужного. Вот именно не на танка как бы орковского, а именно на дамагера. Вот только так, ребят. Сразу говорю. Теперь мы убиваем хилеров. Танки не наносят очень много урона. Они очень жирные, но ни в коем случае у них нет урона. Я вам вот могу это гарантировать. Поэтому в первую очередь нужно ДПСеров убивать. То есть мы сейчас вот убьем ДПСеров. Уже убили, лекарей убили. Ну и все, сейчас танки в любом случае умрут. Ну кушайте, ребятки. Не стойте, идите кушайте. Пожалуйста, не бегайте, идите. Жрите, господи. Не знаю, что они здесь тупят. Но что-то не так в общем с ними. Явно. Ладно. Продолжаем, в общем. Черт, уже. Да ладно, ребятки. Блин, насколько это офигенная игра. Потому что, вот честно. Сколько раз я в нее не играю. Я уже очень давно в нее играю. И сколько раз бы я не начинал, снимал серии. Всегда время пролетает офигетительно быстро. Вот просто офигетительно. Потому что оно пролетает с удовольствием. Вот реально. То есть ты чем-то занят. У тебя постоянно какая-то движуха. Ты что-то строишь, что-то делаешь. Постоянно что-то дорабатываешь, достраиваешь. Украшаешь. Воюешь. И, блин, за этим всем пролетает время так бешено. Что ты такой. Блин, а хорош уже. Типа, надо уже заканчивать серию. Но мы обязательно, ребятки, с вами закончим сейчас вот это строительство. Потому что без этого никак. Так, опять девятая ошибка. Еще, кстати, та же самая. То есть одна и та же ошибка, она копится. И это нехорошо. Мне это не нравится. Потому что в определенный момент оно может просто все шляматься. Так. Торговец пришел. Ну, здесь я могу вот купить все булки ваши, да? Могу вот это купить все. Но вот толку от этого не будет, потому что... Ну да, потому что у меня нету мяса. Все это нужно для того, чтобы сделать себе кое-какие коробочки. То есть вот такие вот коробочки я хочу сделать. Черт, а их сделали, по-моему, и... Опаньки, ребята! Ребятки! По-моему, я выполнил квест. То есть у меня было настроено, чтобы... Давайте проверим. Вот этот квест... Готово. Нет! Блин, вот нету этого. И этого нет. А! Стоп! Они не установлены. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп. Да, они у меня есть. Они просто, ребят, не установлены. О, боже мой. Это просто потрясающе! Мы сейчас их установим. И давайте склад будет... Вот это место будет вот здесь стоять. То есть... Восхваляем склад, грубо говоря. Ну, а это здесь пока что поставим. Давайте. Их можно же переместить? Да, их можно перемещать. Все. Так, давайте закончим с забором. Потому что делать еще очень много нужно. Так. В таком же стиле продолжаем. Так. И вот здесь вот так. Вот 7, по-моему. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, отлично. Понеслась вверх. Так. Так. Ну, вот даже здесь получилось немножечко более так... Ну, более круче. Так скажем. Так. Ну, вот здесь просто неудобно, блин. Вот серьезно, неудобно подлезть, так скажем. Так. И... Отлично. Отлично. Просто великолепная серия, потому что, получается, мы сейчас перейдем на такой, на следующий уровень. Вот честно, который я не знаю, что даст. На стриме был такой момент. Вот все, можно записываться. На стриме был... А, нет, стоп. Нет, 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 нет. Еще очень важный момент. Двери, двери. Двери, 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 двери. Так, давайте где-нибудь вот здесь вот поставим. Ну, и вот здесь вот обязательно. Так. Вот сюда вот, кстати, вспомнил я одну вещь. Сейчас. Сейчас. Секундочку, пожалуйста. Так, где? Вот каменная дверь. И давайте ее сюда поставим. Отлично. Так вот, я вспомнил, что на стриме был такой момент, когда пришла ко мне принцесса, какая-то принцесса. И дала квест, я его... Дала квест тоже, вот, типа там, создать что-то, и перейдешь на следующий уровень. И я точно знаю, что после этого, когда я выполнил этот квест, торговцы начали мне продавать более крутые товары. Появились продукции, появилась у торговцев, которой раньше не было. Я установил эти фонтаны. Посмотрите, они симпатяшные. То есть они реально симпатяшные. Прям очень круто смотрятся. И прям по-настоящему здесь вообще прям вода. То есть вверх бьет фонтанчик. Круто с уточкой. А, ну как бы да, уточка вверх пузырьки пускает. Симпатично выглядит. И вот таких вот фонтанов нужно больше. Честно, я прям хочу, чтобы их было дофигища, и они очень крутые. Так. Что ж, давайте выполним квест под конец. Да. 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 И вот опять принцесса приходит. Какая-то ба-ба-ба-ба-ба. Во-хоу. И видите, что-то... Э-э-эй, ребятки. Что-то вот получается мне две. Что-то... Чего-то две я могу делать. Еще два магазина. И вот БГМ. Я не знаю, что это такое. Давайте мы сейчас проверим быстренько, может быть, вдруг появились какие-нибудь новые рецепты. Я не представляю просто, что это дает. Ну, нет, нет, нет. Не вижу рецептов. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу никаких новых рецептов. Конечно, навряд ли. Я понимаю, что навряд ли. Но все-таки... Я так прям... Хочу, на самом деле. Новые рецепты так здесь делает. И инженер... Ну, конечно же, ничего. Ну, ладно. Значит, это, возможно, торговец какой-то или еще что-нибудь. Обязательно, если я замечу изменения, то обязательно об этом скажу. Ну, как видите, вот сколько прошло? Где-то около 30 минут, да? Я просто не знаю. Таймер на 25 минутах сработал. Сейчас уже 5 минут, наверное, прошло. И вот они на таком уровне только закончили Акведук. Сами понимаете, что это очень сложная постройка из частей собранная. Так что ставьте лайки, если вы хотите видеть продолжение. И не забывайте, что каждый ваш лайк стимулирует меня на то, чтобы снимать больше видео. Всем всего хорошего, удачи и пока.